Дикие собаки Дикие собаки За охраной закреплена обязанность более тщательно проводить обходы школ, проверять запасные выходы. Многие родители согласны с тем, что меры необходимы. Я считаю, что это давно нужно было применить в школах, потому что раньше меры безопасности были не совсем достаточными. Так может ли посторонний беспрепятственно попасть на территорию Барнаузской школы? Расскажем в нашем вечернем выпуске. А пока продолжим. Как воспитывать молодежь, чтобы не были озлоблены и не применяли насилие при решении проблем. После событий в Керчи эта тема особенно актуальна. Накануне именно она стала центральной за круглым столом представителей казачьего движения края. Они уверены, юному поколению не помешает расти в традициях казачества. Кстати, в 48-й Барнаульской школе уже несколько лет существуют казачьи классы. Подробности у Ирины Хритон. Хрупкая девятиклассница владеет саблей не хуже представителей сильного пола. Такие навыки для воспитанников казачьего движения – дело обычное. На Алтае движение появилось 17 лет назад и почти сразу стала активно сотрудничать с детскими образовательными организациями Барнаула, Камена-Аби, Бийска и Алейска. Мне нравится выступать, петь нравится, с шашкой нравится крутить, с казаками на различные выступления, на концерты ездим. Тоже вот это все нравится. Барнаульская школа номер 48 пока единственная в крае, где есть классы казачьего воспитания. На одном уровне с обязательными предметами – математикой и биологией – ребята здесь изучают традиции и обычаи, которые появились еще во времена Ермака. Мы используем для себя и для детей богатый нравственный запас казачьей культуры, казачьих традиций, которые помогают нашим детям становиться более ответственными перед собой, перед семьей, перед Родиной. Кроме того, это момент, который помогает нам правильно сформировать гендерное воспитание. Пока обучение казачьей культуре в школе больше похоже на любительский кружок патриотического воспитания с уконом на художественную самодеятельность. Но в планах педагогов – дать проект в настоящую культурную образовательную программу. У нас вообще нет цели оказачить молодежь. Наша цель, если так сказать, удержать молодое поколение вот этих ребятишек, прямо скажем, от подворотни, довести их до службы в армии, направить, если годен, по состоянию здоровья в элитной части. Между тем, в 48-е планируют открыть еще несколько классов с изучением казачьей культуры и традиций. Правда, представители казачьего угрока переживают, что немногие родители пожелают отдать туда своих детей, ведь только на пошив формы потребуются внушительные средства. А государственные структуры и патриотическое казачье движение пока поддерживают не особо активно. Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. Публичные слушания по проекту бюджета на следующий год пройдут сегодня в Краевом законодательном собрании. Накануне его передали на обсуждение депутатам регионального парламента. В 2019 году бюджет составит 90 миллиардов рублей. 700 миллионов рублей при дефиците в 5 миллиардов. Значительную часть средств в 22 миллиарда рублей планируется направить на социальную сферу. Зарплата бюджетников вырастет на 8 процентов, настолько же увеличат субвенции школам и детским садам. Новизной бюджета является системное всеобъемлющее планирование средств на заработную плату. Расходы связаны с инвестиционной политикой и развитием инфраструктуры. Это принципиальные подходы. Они находят отражение в законопроектах. Сохранение всех видов социальных выплат. 500 миллионов рублей дополнительно направят на поддержку муниципалитетов. Проект бюджета согласован с Министерством финансов России. Первое чтение в Краевом законодательном собрании пройдет уже в четверг. Дикие собаки в Тюменцевском районе вновь уничтожают домашних животных. Информация об этом появилась в Краевых СМИ. На массовую гибель скота и птицы якобы пожаловались местные жители. Свора бездомных собак действительно загрызла почти 300 кур и кроликов. Но ЧП произошло в августе. Рассказала нам сегодня замглавы администрации Тюменцевского района по вопросам ЖКХ и строительства Лилия Власова. По ее словам, сейчас в районе спокойно. Ведь после предписания прокуратуры организовать отлов бездомных животных ситуация была решена. Кто вам вообще это сказал? Мы вообще не можем найти, кто эту информацию распространяет. Потому что никакие собачки здесь не бегают и никого не давят. Эта ситуация была в конце августа, которая разрешилась благополучно. А как разрешилась? Нет, не могу. Почему? Что значит тайна? У вас была прокурорская проверка и предписание прокуратуры, чтобы вы каким-то образом организовали отлов. Вы говорите, что это тайна. Собак, собак нет. Теперь никаких здесь нет собак, понимаете? Напомним, в августе в селе Тюменцево агрессивные бездомные собаки прорывались в загоны с животными и домашние птицы и душили их. После прокурорской проверки главе района было выдано предписание устранить нарушение и применить к ответственному лицу дисциплинарное взыскание. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компания напоминаю телефон редакции в Барнауле 722 440 полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова